Созданы антикризисные штабы на региональном уровне, в городскит в том числе, на уровне органов местного самоуправления, которые сегодня этим вопросом занимаются. Региональная политика сегодня сводится к тому, что местные власти хотят фиксировать цены, например, на сахар. Эти цены не будут снижаться, потому что этот взлёт, ну действительно, за месяц 30-50%, а где-то ещё выше. Ведь сахар делаем мы. Почему борщевой набор так подорожал? Капуста, лук, да, вот это всё. Капуста за 150 уже. Как так вообще, Карл? Как это происходит? Да, ну действительно. Продовольственный рынок. Тема сегодняшней программы – это главная новость. Меня зовут Тимофей Вагнер. Здравствуйте. Президент России заявил, что в 2022 году на фоне глобального дефицита продовольствия России придётся рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж. Понятно, что рачительность относится не только к странам, с которыми мы общаемся, но особенно к недружественным нам странам. Каждый по-своему это интерпретирует, эти слова. Но понятно, что мы будем, наверное, давить на этот рычаг в общении с этими самыми странами. Сегодня об этом мы будем говорить, о продовольственном рынке, о том, что происходит с ценами, какие у нас запасы. В гостях у нас член рабочей группы по развитию предпринимательства Общественной Палаты Республики Фарида Галеева. Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем мы перейдём к нашему общению, у меня очень важный вопрос для вас, дорогие друзья. Принимайте, во-первых, участие в нашей программе, обязательно позвоните, расскажите. Потому что вопрос основной, который мы хотим вам задать, он же в нашей группе ВКонтакте. «Планируете ли вы увеличить количество домашних заготовок и вообще запасов?» Вот делаете ли вы эти запасы? И самый главный вопрос. Вот позвоните к нам и объясните, почему вы это делаете? Для чего? Вот зачем? Объясните, потому что многим это поможет, ну в том числе и мне. Зачем делать заготовки? Об этом будем говорить в нашей программе. 511-99-66, телефон для Казани 8800-532-55 для жителей республики. Начнём мы вот с чего. Более 4 миллиардов рублей выделит республика в этом году на растеневодство и мелиорацию. Субсидии на приобретение минеральных удобрений увеличены с 400 до 450 рублей на гектар. В списке тех, кому окажут поддержку, есть и 4 хозяйства Зеленодольского района. Наша съёмочная группа побывала в гостях у аграриев. И вот как идёт подготовка к посевной, давайте посмотрим в сюжете. Худобный, комфортабельный кондиционер есть. Всё под рукой. Алмаз Хакимулин в крестьянско-фермерском хозяйстве 4 года. Работает механизатором. Как любой деревенский мальчишка, с детства любит трактора и комбайны. Поэтому и в город не уехал, остался в больших кургузях. Зимой ремонтировал технику, теперь ждёт начало посевной компании. Строение рабочее. В январе уже хотелось в поле выйти. Так работаем по максимуму, чтобы успеть всё. Механизатор уверяет, что вся техника готова к сезонным работам. Но немного переживают за машины. Ведь запчасти теперь сильно подорожали. Отечественная сельхозтехника состоит из иностранных комплектующих. Однако трудностей здесь не боятся. На селе работы хватает круглый год. Паршим, сеем, всё делаем. Сено заготавливаем, прессуем, возим. Качественный посевной материал в хозяйстве заложили прошлой осенью. Даже с запасом. 11 тонн гороха и около 30 тонн пшеницы и чменя. Провели анализ посевной продукции. Семена зерновых и зернобобовых культур перезимовали хорошо. Полевые работы и подкормку озимых культур планируют в этом году начать в конце апреля. Гумус у нас, скажем, 0,2 процента. Земля, я так скажу, бедная. Как бы без удобрений, в основном мало получается урожайности. С удобрением на сегодняшний день накопление 42 килограмма на гектар есть. Закупили. Ждём субсидии. Надеемся, что будет уже. По счёту этого проблем вроде пока нет. В Министерстве сельского хозяйства республики обещают компенсировать расходы на приобретение минеральных удобрений. Субсидии увеличены до 450 рублей на гектар. Антонина Степанова, Рузья Давлетшина, Андрей Лопатников. Новости от Татарстана. В наше время хочется, конечно, слышать какие-то положительные новости. Но лучше, правда, нет ничего. Поэтому будем реально смотреть на все вещи. Вот насколько сегодня наша республика вообще готова к вызовам. И особенно вот сельскохозяйственная отрасль. Как она будет развиваться вот в этих условиях? Ну, если получать информацию с первых рук от нашего уважаемого президента, то он говорит, что созданы антикризисные штабы на региональном уровне, в городскит, в том числе. Вот, на уровне органов местного самоуправления, которые сегодня этим вопросом и занимаются. Конечно, тема сильно завязана на Российскую Федерацию. Это понятно. Но вот я полистала, посмотрела повестку дня. У них сегодня, они, во-первых, хотят мониторить цены. Во-вторых, они проверяют запасы на складах. Уверяют, что все там в порядке. Будем верить, естественно. Вот. По поводу цен. Региональная политика сегодня сводится к тому, что местные власти хотят фиксировать цены. Для этой, ну, например, на сахар, допустим, или крупы. И для этой цели они сегодня заключают соглашение с торговыми сетями, с ритейлерами, для того, чтобы вот этот вопрос держать на пульсе. Правда, как я понимаю, не всегда у них это получается, заключить такое соглашение. Ашан отказался. Ну, будем надеяться, что получится. Но какие-то вот есть, все равно, экономические, стратегические в дальнейшем, эти цены не будут снижаться? Потому что этот взлет, ну, действительно, за месяц 30-50 процентов, а где-то еще выше. На этот счет комментарий давал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Тот самый Патрушев или знакомый Патрушев? Это близкий родственник, сын руководителя силового ведомства. И вот он сказал, что, ну, он говорил много, конечно, оптимистических вещей, но мы коснемся того, что он отмечал, что будут инфляционные риски. Очень часто спрашивают, как же так? Ведь сахар делаем мы. Почему борщевой набор так подорожал? Капуста, лук, да, вот это все. Капуста за 150 уже. Как так вообще, Карл? Как это происходит? Да, ну, действительно. Вот. На самом деле тот же самый наш, Министерство сельского хозяйства и Минпром, они комментируют следующим образом, что в цене продукта существуют другие затраты. Например, логистика. Это контейнерные перевозки. Все контейнеры сегодня, они импортные. За много лет рыночного хозяйства Российской Федерации, вот у меня есть данные от Торгово-промышленной палаты Республики, образовалось огромное количество горизонтальных связей. Сегодня мир, он очень тесно между собой, это как если взять лес, вот корни деревьев, они уже все переплились. То есть ни одна страна, не только Россия, но и зарубежные государства, ни одна страна сегодня сама ничего производить так уж не может. Везде идет такая жесткая специализация. Там, допустим, венгерские яблоки или польские. Мы удобрения, допустим, делаем, азот. Ну, Франция, наверное, какую-то кутюрную одежду, и не только, и автомобили там, Рено, допустим. Таким образом получается, что вот эти горизонтальные связи, которые нарабатывались годами, они, к сожалению, сейчас обрываются, ввиду того, что объявлена политика санкций в связи со спецоперацией. И вот из-за этого и происходит подорожание продуктов. Ведь это не только логистика. Там, ну, если вот про сельское хозяйство говорить. Да, вот ребята сказали, запчасти импортные. Импортные запчасти. То есть если этот трактор, а трактор у него там один-то был не отечественный. Не очень наш, да. Не очень наш. Вот, то он встанет. И как тогда возделывать? Ведь это же большие, это же, я так поняла, около агрохолдинга где-то там происходит. Ну, нас уверяют, что Беларусь поставляет свою продукцию. Даже выставка была, я имею в виду сельхозтехнику. Министерство сельского хозяйства, давая комментарий на этот счет, говорило о том, что посадочный материал, к сожалению, закупался из-за границы. Потому что для того, чтобы его оптимизировать, нужны специальные технологии. И нельзя говорить, что у нас их нет. Мы просто этим не занимались. Оно не было в сфере внимания. В сфере приоритетных задач. Занимались, например, мы, ну, я имею в виду Российскую Федерацию, удобрениями. Да, экспорт был достаточно большой. То есть, вот эти небольшие детали, или, например, там, если взять поголовье рогатого скота, то там вся ветеринарная продукция, все медицинские препараты, прививки, вакцины, да. Вакцина, вакцина, они все тоже привозные. Я-то не поленилась. Позвонила своим знакомым в ветлабораторию и спрашиваю, а почему нельзя? Ведь это же не космический корабль. Это какая-то вакцина. Вот, пожалуйста, идите в университет, да? Пожалуйста, в ветинститут разработайте вакцину. Какие проблемы? Выяснилось, что это не совсем экономически целесообразно в Российской Федерации, потому что есть определенная сложившаяся структура затрат, в частности, налоговая, сертификация, всякие различные нормативы. Чтобы вот это все пройти, удорожание продукции происходит настолько сильно, что им проще купить вакцину. Она не будет, отечественная вакцина, конкурировать с зарубежной, по причине стоимости. Но в любом случае, если мы говорим, что да, у нас рушатся границы, торговые пути сжигаются, но это же не со всеми странами. Мир гораздо больше. Неужели нельзя закупать, ну просто чуть логистику перенести в другую сторону? Вот возьмем, например, Китайскую Народную Республику. Допустим. Это близкий сосед, большой друг. Прямая граница. Прямая граница. Ну, конечно, везти далековато, прямо скажем. Но, тем не менее, логистика там имеется. Однако, все производство в Китае, оно происходит на, опять-таки, на оборудовании по технологиям, по лицензиям Евросоюз США. Конечно, Китай мог бы сегодня поддержать Российскую Федерацию, и, наверное, он будет это стараться. Однако, если взять структуру их экспорта в Российскую Федерацию, она очень маленькая, менее 10%, там местами 3%, 1%. Им, конечно, сегодня ссориться со своими партнерами невыгодно. И я боюсь, что вот этот момент, он может стать препоном. А если взять Казахстан, господин Такаев, вот недавно он открыто сказал, что мы не готовы сегодня нарушать санкционные программы Европы. Вот такое было у него высказание. Ну, вообще, действительно, мир трясет, и как бы мы ни хотели, только одна страна пока в плюсе, как всегда, да, остальным очень тяжко. И вот эта продовольственная безопасность в мире, она сейчас действительно под угрозой, и как бы мы ни хотели, глобальный продовольственный кризис, дефицит, это все вот и сырье, и удобрение. И страдают все страны, это понятно. Ну, вот, что будет с продовольственной безопасностью, давайте вот сейчас послушаем мнение экспертов, и об этом поговорим. Давайте послушаем. Серьезный риск – это изменение на рынке энергоресурсов. То есть, именно даже в логистике. Поскольку, если вот логистика поменяется, как в самом таком негативном варианте, то часть стран останутся… Европу-то привезут энергоносители, даже если произойдет то, что самый негативный сценарий. А его же привезут, куда он предназначался, да, вот топливо пойдет туда, куда оно предназначалось, вот туда не довезут, у тех не хватит денег заплатить просто. Поэтому сельское хозяйство – это энергоемкое, достаточно производство, поэтому здесь могут возникнуть проблемы. Ну и минеральное удобрение тоже, вот, да, увеличение цен на минеральное удобрение, поскольку это тоже очень энергоемкая вещь и очень много используют природного газа для производства азотных удобрений. То есть, здесь могут возникнуть такие шоки, на самом деле, для мирового рынка продовольствия. Европа использует очень большое количество удобрений. Внутреннее производство удобрений встало, импорт удобрений из России встал. У нас в условиях разорваности рынков, допустим, удобрения внутри России стоят дешевле, чем в Европе. То есть, разница между внутренней и внешней ценой доходит до 50-300%. То есть, если мы смотрим, как экономисты, на ситуацию, высокие цены в удобренияхе, что это говорит? Это не говорит о том, что мы по любой цене импортируем, напечатав нолики и экспортировав евро или доллары, сможем завести все, что нам нужно. Не факт. Поэтому, опять-таки, разнообразие продуктов, скорее всего, в Европе тоже сократится. Будут дефициты по ряду продуктов. Понятное дело, что массового голода не будет, действительно, но для комфортной жизни европейцев это будет очень недостаточно. Но комфортная жизнь европейцев, понятно, что они как-то это обеспечат, но говорят о том, что, как бы мы ни хотели, на 2022 год он покажет, что во многих точках планеты может быть голод. Так ли это? По данным экспертов, острая ситуация действительно может сложиться в Африке и на Ближнем Востоке. Вообще, уже в 2021 году, в прошлом, цены на продовольствие росли стремительно. В среднем, по данным, статистики на 30%, а на подсолнечное масло и другие масла на 60% даже. Это связано было с пандемической ситуацией, во-первых, и с тем, что многие государства раздавали вертолетные деньги, которые подстегивали рост цен. Однако, вот если вы возьмете тот же самый, о чем говорили эксперты, энергетический кризис, вы посмотрите, каким интересным путем хотят решать мировые правительства этот вопрос. Они идут по пути новых технологий. Это, значит, ветряные мельницы, энергия воды, энергия солнца и так далее. Вот я ездила на Экспо 2020 в Дубай. Там очень много интересных технологий, которые сейчас, скорее всего, будут перекидываться и на рынок продовольствия. Например, там павильон Сингапур, у них вертикальные сады. Там очень много сейчас генно-модифицированных продуктов. Разработка идет на уровне их, значит, кодов природных. Там очень много сейчас в пробирках выращивают и так далее. Я уж не говорю про производство мяса, искусственное выращенное мясо и так далее. То есть, вот мне кажется, двинется рынок в эту сторону. Конечно, какое-то время это займет. И вот не секрет все равно, что сейчас пока еще технологии достаточно древние производства продуктов питания. Но вопросы продовольствия и безопасности станут настолько остры, что здесь будет полная революция технологий. Это не просто 100%. Хотя еще совсем недавно они все кричали, что ГМО и так далее. Сейчас перестали кричать и начали это делать. Тоже относятся к зеленым и к Грети Тумберг, которая говорила про экологию. Сейчас вся Европа резко на дрова перешли. Хотя кричали, что нельзя дровами ни в коем случае топить. Там скорее будут, наверное, атомные технологии и природные ресурсы. Я имею в виду волны, приливы, вот это все. Если вы поездили, например, в Турцию, в Аланию, там солнечные батареи везде уже. Хотя вроде не такая продвинутая страна. Ну да, но эти батареи обеспечивают совсем небольшие участки какие-то там, частные домовладения и так далее. Я так поняла, повально всех. Ну у многих, да, у них и на крыше бочки с водой. У них и солнечный, конечно, пояс. Да, там все хорошо. В Финляндии с этим будет сложнее. Но суть заключается даже не в этом, а это все со временем. Поэтому мы сейчас говорим вот о 22-м. Вот, во-первых, какая инфляция предполагается продуктовая? Будет ли вот в 22-м году? Какие цифры? И как вы думаете, что будет все-таки в конце 22-го года, что касается вот именно продуктового кризиса? Ну если говорить о, мы же сейчас говорим с вами о мировом рынке. Конечно, Россия и Украина, они крупные достаточно поставщики. По-моему, до 15% экспортирует зерно Российская Федерация. А Украина в Африку там тоже достаточно много. Поэтому в тех странах, которые потребляют именно от этих экспортеров, цены, я думаю, будут расти. Тут, очевидно, не надо быть экономистом. Но если цены растут на экспорт, то это хорошо же в самой стране? Да, в том случае, если будет возможность получать валютную выручку по экспорту. А ведь на самом деле правительство Российской Федерации и наш уважаемый президент подписали закон, что зерно тоже подпадает под рублевые расчеты. Да все было. Да, Министерство сельского хозяйства не дает комментарий, насколько это технически возможно. Федеральная антимонопольная служба тоже не знает рецепта, как это сделать. Скорее всего, какие-то будут проплаты в валюте, конвертироваться в рубли. Ну так и говорили, да. И экспортеры будут терять часть рублевой, часть своей выручки валютной. Ну и цена, соответственно. Да, и это опять будет поднимать цены. Вот такие опасения эксперты делают. Но таможенная служба сегодня, вот я даже посмотрела, у нас есть там такой эксперт Олег Губайдулин, замруководитель федеральной таможенной службы. Он сказал, что они сейчас изо всех сил стараются преодолеть все препоны, потому что на самом деле очень много товара остановлено. Более того, около 40 миллиардов долларов расчетов за товары заморожено. И вот это сегодня главная причина того, что многие товары могут не попасть пока на наши прилавки. Ну, я имею в виду, например, продукты, сыры и так далее. Даже несмотря на то, что основным поставщиком является Белоруссия, все равно расчеты идут не в рублях пока. Я думаю, это наладится и этот год будет очень показательным. Планируете ли вы увеличить количество домашних заготовок? В начале программы мы спрашивали, и у нас практически 50 на 50. Да, 52 процента, нет, 47. Ну, это хороший показатель, то, что одни заготавливают, другие нет. Тем не менее, будем надеяться на лучшее. И самое главное сейчас не поддаваться панике и просто выполнять каждой свою работу. Спасибо вам за программу. Увидимся. Это были главные новости. До свидания. Подписывайтесь на канал Татарстан 24. Не пропускайте интересные выпуски. Жмите на колокольчик. Не пропускайте интересные выпуски. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...